Зададимся вопросом. Какие условия необходимы для содействия успешности в юном возрасте? Одним из условий я считаю образ героя. Мы провели опрос между наших ровесников, обучающихся станцией юных техников на тему «Кто такой герой для современных подростков?» Герой – это тот, кто спасает жизни людей, иногда искуя свои. Герой – это человек, который помогает людям, не делает им ничего плохого, а наоборот, помогает им справляться с проблемами. Для меня лично герой – это тот, который может помочь тому или иному человеку в тот момент, когда это действительно очень нужно. Для меня герой – это человек, который может совершить какой-нибудь поступок или помочь кому-нибудь и не ждать от этого награды. Герой – это человек, который служит примером для других, то есть он показывает какие-то положительные свои качества и является примером для общества. По моему мнению, герой – это в первую очередь профессионал своего дела, ведь без профессионализма человек не способен достичь таких высот. Герой – это тот человек, который готов пожертвовать собой ради других. Подростки считают, что герой – это человек, достигший больших высот. Человек, который всегда готов прийти на помощь и пожертвовать собой для других. Мы спросили у ребят, зачем нужен герой. Я считаю, что герои нужны, чтобы людям было безопасно. Герои нужны, чтобы защищать и спасать людей. Герои нужны, чтобы помогать другим людям справляться с проблемами. Я думаю, что герои нужны для того, чтобы давать другим людям пример, каким нужно быть человеком, чтобы тебя все любили, уважали. Герои нужны для того, чтобы показывать пример справедливости, доблести, вдохновлять других на добрые поступки. Зачастую в качестве кумиров подростки выбирают именно героев, и чаще всего они берут пример именно с них. Герои, которые пожертвовали собой, останутся в сердцах многих людей, которых он спас на долгое время. Герои являются вдохновителями на добрые поступки, примерами для подражания. Они остаются в памяти людей. Исходя из этого, мы решили поинтересоваться у ребят, кого они считают своими героями, есть ли он у них. Для меня героем является мой папа, потому что, например, когда мы шли с папой по городу, там нам на встречу попался инвалид, и он попросил купить что-то такое ему недорогое, и мой папа купил это, и даже в большем размере он даже дал ему денег. То есть очень помог ему. Я подумала и решила, что у меня еще нет героя. Примерами для героизма является руководить в моей студии, Вера Владимировна. Героями являются мои родители. Примеров много, но это одни из основных. Для меня пока что нет определенного героя, ведь многие люди мне помогали, и я пока не знаю, кто из них для меня настоящий герой. Я пока что еще не нашла своего героя. У меня пока своего героя нет. Для меня являются героями гости, наставники в Международной аэрокосмической школе, ученые, космонавты, летчики. Побывав в Международной аэрокосмической школе, я повстречал Михаила Борисовича Корниенко, летчик-испытателя, космонавта, героя России. Именно его лекции вдохновили меня больше всего, и его жизненный опыт послужил моим идеалом. Есть ребята, которые еще не нашли для себя пример настоящего героя, но некоторые ответы нас приятно удивили, ведь для них героями являются их родители, педагоги. Для подростков, которые за свои выдающиеся достижения были приглашены в Международную аэрокосмическую школу, находящуюся в деревне Калиновка, в республике Башкортостан, героями являются ее почетные гости. Послушайте слова одного из таких героев, летчика-космонавта Корниенко Михаила Бонисовича. Еще раз повторю, будьте профессионалами и не конфликтными профессионалами. Лучший бой тот, которого удалось избежать, это аксиома, да, это из боевых единоборств взято. Учите матчасть как-то. Вот, потому что любая неприятность, она купируется знанием, как эту неприятность преодолеть. Нужно уметь ставить перед собой большие цели. Вот сейчас у вас самое время, да, если кто-то не определился. Вы должны понять, что вы хотите в этой жизни. Вы должны совершенно четко понимать, что будут проблемы и быть настроенными на преодоление этих проблем. Вы должны уметь работать в коллективе. Ну, вот как-то так. Бороться, искать, найти не за вас, короче. В Международной аэрокосмической школе обучаются ребята-победители региональных и всероссийских этапов Гагаринских олимпиад среди школьников. Также ребята, ставшие победителями в конкурсах, организованных техническими университетами. Наставниками в этой школе являются космонавты, летчики-испытатели, военные, ученые, предприниматели. Они делятся с ребятами своим жизненным опытом и знаниями. Мы продолжили опрос подростков. Попросили ребят назвать те моменты из жизни, когда в трудной ситуации им помогли их герои. Когда мне нужно было сделать фильм на конкурс, мой папа помог мне в создании фильма. Он придумал хорошую идею и помог собрать материалы для нее. Когда я первый раз приехала на съемки соревнования по радиоперингации от видеостудии «Свет», я даже не понимал, как нужно снимать, что нужно снимать. Я просто бегал и снимал хаотичные вещи. После этого мне было стыдно за то, как я снимал. Но после того, как я побывал в Международной аэрокосмической школе, я послушал там лекцию инженера по связи. Он говорил о том, что ошибки – это наиценнейший опыт. Не нужно бояться их совершать. Нужно просто исправлять их, если ты их совершаешь. Теперь я не боюсь совершать ошибки. На одном конкурсе нам поручили разбиться на команды и сделать в этих командах проект. И благодаря своей компетентности капитан нашей команды поручил написать данный проект именно мне. Но так получилось, что мы с капитаном моей команды сильно поругались. И я, назло ему, решил не делать данный проект. Ну вот, я вспомнил слова Михаила Борисовича Корниенко. В своих лекциях он отмечал, что герой должен быть не только профессионалом своего дела, но и человеком неконфликтным. Ведь именно тогда он сможет добиться своих целей. После этих мыслей я наконец-таки помирился с капитаном моей команды и доделал данный проект. Да, такие случаи у меня действительно были. И это произошло у меня во Всероссийском детском центре Орленок на медиаформе «Бумеранг». Нашему отряду нужно было засмелу снять фильм. Я не мог выбрать, что делать в этом фильме. Быть режиссером, сценаристом, оператором. И тут я вспомнил совет летчика-инструктора Леника Александра Борисовича, с которым я познакомился в Международной аэрокосмической школе. Он говорил, что нужно делать то, что душа любит, о чем душа поет. Я понял, что я люблю быть актером. То, что актер – это частичка моей души. И в конечном итоге я добился тех целей, которые я ставил в начале смены. А ребятам помогают в жизненных ситуациях примеры их героев. Для обучающихся Международной аэрокосмической школы советы их наставников являются ценным руководством в тяжелых ситуациях жизни. Если ты к какой-то цели двигаешься, пожалуйста, заканчивай хотя бы какой-то этап, который ты начал. Ни в коем случае не метайся. Влево, вправо, как и прочее. Смотрите, что происходит. Когда человек идет в цели, он преодолевая препятствия, как бы, лезет в город. Потом начинается период, когда он идет как бы горизонтально, когда ему становится неуютно по достижению к этой цели. Все однообразно. Зачем? Время уходит. И на финише, если он не достигает цели, эта прямая резка уходит вниз, которая ведет к депрессии. А депрессия – это состояние ужасное для человеческого времени. Если вы достигаете цели, у вас получается мощный импульс движения к следующей цели. Запомните вот этот график, пожалуйста. Понимаете? Не надо ее лейть. Надо подумать, что тебе сердце говорит внутри, душа. И тогда правду сказав человеку, оказывается, что она истинная правда. И еще. Вы должны понимать, что вы никогда не покорите стихии. Никогда. Единственное, что может стихия позволить вам, это дать возможность полюбоваться. Вот гора может дать возможность вам зайти в вершину. Вот за это надо уважать. И не говорить, что я покорил, поставил ногу на грудь, вот я на вершину. И вы не научитесь летать без ошибок сразу. Такого не будет. Готовьте себя. Делайте первые шаги. То, что было страшно после того, как вы сделали шаг, становится уже не страшно. Ну, под руководством наставника. Мы считаем, что нашим сверстникам необходимо больше встреч с выдающимися людьми, которые могут послужить положительным примером героя. Образцом таких встреч может как раз стать международная аэрокосмическая школа, которую организовал предприниматель Вячеслав Васильевич Обращенко на Башкинской земле. Вот я сколько за свою инструкторскую работу, за свою летно-испытательскую работу понял, что без таланта людей не бывает. Пусть у него талант такой или сякой, нравится, не нравится, но у него он есть. Просто его надо найти в себе и применить. Но желательно, конечно, талант, который нужен людям и себе. Тогда получится совпадение и интересов, и получится и польза для людей. Знаете, на самом деле, учитесь. Учитесь, почему? Потому что знания никогда не бывают лишними. Они могут не пригодиться. Могут не пригодиться. Но лучше знать, как выйти из какой-то ситуации, и ты будешь обладать этими знаниями, ты из них выйдешь, чем вообще ничего не знать. Но это так вот. И вообще знания в последнее время становятся таким достаточно восстановленным товаром. Но чем больше ты знаешь, тем больше ты ценен. Но когда мы говорим о том, что только хорошо, и даже сами себе говорим, мы перестаем развиваться. Так же не менее важно умение себя подать. Умение подать не только себя, но и то, что вы сделали. Убедить. Сомневайся и верь. Сомневайся, что все острова, законы, звезды открыты. И верь, что тебе предстоит их открыть. Поэтому вам желаю открытий и мечтей свои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!